Рав, почему необходимость понять, углубиться в чувствах или заострить их? Почему можно только почувствовать? В чем разница между маленьким ребенком и юношей, и мужчиной, и старцем, который обрел мудрость? Разница в количестве чувств, которые каждый из них воспринимает, обретает и несет в себе? Да, это необходимость чувствуется, но почему это работает так, что понимание углубляет чувства? Что это делает порядок в чувствах, что это делает в понимании чувств? То, что ты можешь с ними работать, правильно выстраивая свои чувства, ты приближаешься к Творцу, пока ты не достигаешь его. Чем мы в этом становимся подобными Творцу, делая порядок в чувствах? Что все твои чувства будут выстроены в возлюбии ближнего, как самого себя, и тогда ты обретаешь форму Творца, который находится в любви к ближнему, в совершенной любви. Есть на самом деле слова у любви? У любви, в сущности, мы будем читать потом, но на самом деле нет слов. Даже в законах государств написано, что суды, юристы не понимают любви. Это даже принято у людей вот так вот говорить, что мы не можем понять меру любви, свойства любви. Что это? Что называется, что я люблю? Вот объясни мне. Ты можешь взять все слова в мире, все буквы, все, что хочешь, всю литературу, музыку, все, что угодно, и ты не сможешь выразить любовь. Теперь, когда мы изучаем взор вместе, как вы сказали, для того, чтобы объединиться между собой с Творцом, есть какой-то бесконечный поток любви в этом. Да, это выражение определенное любви, верно, но не то, что мы действительно можем ее выразить. Это только в окончательном исправлении. Выражение любви Творца к Творению, и то, что этим Он дает Творение, возможность таким же образом возлюбить Его, это выражается и раскрывается только в конце исправления, в Гмарти Куни. Об этом, говорится, и будут они в этот день, Он и имя Его едины. И в любом случае в Зоре Раби Шимон и Баль Сулам что-то внесли, что они внесли, любовь внутрь? Конечно, конечно, они внесли буквы, они объяснили это, но вместе с этим они сделали некое отдаление между нами и Творцом, между нами и Любовью, между нами и Высшим Светом. Но вместе с этим отдалением они выстроили определенные градации в этом, и тогда мы можем видеть, где мы находимся и как нам приблизиться. Одно не может быть без другого. Спасибо.